Друзья, всем привет! Хочу рассказать вам историю, которая подошла со мной в далеком августе 2016 года. Летом я отдыхал в городе Одессе. Во время моего отпуска, пребывания в Одессе, я снимал квартиру, которую благополучно ограбили. Значит, я вызвал полицию на место происшествия. Приехала полиция, нехотя все это зафиксировала. Вы сможете посмотреть в начале ролика, как все это происходило. Прошли долгие три месяца. Три месяца, даже чуть больше с тех пор, как ограбили квартиру. Я опять оказался в городе Одесса и решил заглянуть в отделение полиции, к следователю, который ведет мое дело, которого я три месяца не тревожил, не звонил, не интересовался. Решил зайти к нему и узнать, что же происходило. Дальше вы на видео сможете посмотреть, как это происходило все. И коротко в двух словах хочу сказать, что в принципе такая ситуация, она не только в Одессе, она во всех городах Украины. Все те люди, которые пишут заявление в полицию, надеются на какую-то бурную деятельность, на то, что кто-то что-то ищет из их украденных вещей, похищенных, либо какие-то другие криминальные дела расследуют. В принципе, могут на моем опыте убедиться, как все это происходит. Это видео может показаться вам слегка, может быть, наглым с моей стороны. Кто-то посчитает мои действия неоправданными, что действительно, мол, так и так, следователь не был готов. Я хочу объяснить, почему я так сделал. Я знал 99,9%, что ничего за это время абсолютно не двигалось в моем деле. Потому что то, как работает наша полиция, я с Виталиком уже на протяжении долгих лет успел убедиться, то есть мнение мое устоялось, и я уже точно знаю, что никто абсолютно ничего не делает, ни для кого и никогда. Либо за деньги, либо никак. Значит, я очень сильно наставил, чтобы показали это дело мне сразу, для того, чтобы по закону действительно они имеют право его показать в течение трех дней, то есть выдать вам для ознакомления вашего дела после вашего заявления в течение трех дней. Но я хотел это сделать сразу, для того, чтобы показать вам и убедиться самому, что действительно в деле нет абсолютно ничего, никаких материалов, никто ничего не расследовал, никаких действий следствий не производилось. Посмотрите, пишите комментарии, очень интересно знать ваши случаи, что происходило у вас, что сейчас происходит, у кого какие были опыты общения по криминальным делам с полицией, кому удавалось что-либо добиться от полиции. Пишите в комментариях, будет очень интересно, ребята. Подписывайтесь, все, до встречи, удачи. Я извиняюсь, а вы не на выезд приехали, нет? Да. На втором, это вы к нам, мы ожидаем вас. У вас? Да. Сейчас мы помогаем. Привет. Привет. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Мы уехали 24 августа Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok 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 Д sust重要 разрабатывался Попетuties И я пришел к Вовремя Laur test Вопрос такой У меня ограбили квартиры Третий день! Четвертый! Вы хотите довести это до конфликта Доводите, пожалуйста, до конфликта пожалуйста, ради Бога! Я не довожу до конфликт Если Вы не заметили хоть Дежурил Если сейчас дежурю Вы на дежурстве, сейчас? Нет, если сейчас боже Когда Вы попали Чтобы вы мне наконец-то оказали помощь Я четыре дня к вам хожу По существу меня интересует Была ограблена квартира Три дня, я не могу вас найти Где вы находитесь, то вы на дежурстве, то в прокуратуре То вы после суток, как вас найти Это мой рабочий момент Я вас поздравляю, я хочу узнать Ваш рабочий момент, вам что-то удалось выяснить По ограблению нашей квартиры Будьте любезны, выдайте документы, которые вы нам обещали Три дня уже сделать Вы забыли какие? Мы с вами общались по телефону Вы получили те документы, которые мы вам оставляли Вам их передали? Отлично, вы нас опрашивать будете? Будьте любезны, начинайте свою работу Я что, буду к вам как-то на работу ходить? А когда вы можете начинать? Я вас вызову отдельный день, я вас буду опрашивать Так я сегодня к вам пришел, для каких целей? Я не знаю, пообщаться Пообщаться? Вы мне даже общаться отказываете Документы нам выдайте, мы ходим без документов О том, что у нас украли паспорта Вы нам обещаете четвертый день Получается, у меня не получилось Но видите, я в прокуратуре, я там Вы думаете, что так все просто? Поставьте себя на мое место Поставьте меня Поставьте себя на мое место Я вам удостоверение могу свое предоставить Садитесь на мое кресло и работайте, если вы такие все умные Я вам одолжение не делаю Вы не справляетесь? Вы со своими служебными оказываниями не справляетесь? Я справляюсь вполне Просто вы думаете, что вы один Я не думал, что я один. Вы думаете, что вы один и приходите сюда? Это вы меня послушаете. Я предварительно. Вы не перебиваете. А почему я вас не должен перебивать? Кто вы такой? Вы гражданин, правильно? Как и я гражданин. А я соблюдаю закон. У нас 4 человека на рабочем месте. А на районе 140 тысяч. Я вас предупредил, я позвонил, вы сказали, подходите. Подходите. Я вам ответил. Что вы мне ответили? Что вы ничего помочь не можете. На данный момент не могу, потому что я знаю. Для каких целей я тогда к вам пришел? Я не знаю, для каких целей. Я вам еще раз поясняю. Я хочу получить документы для того, чтобы... Но я сейчас не могу его предоставить. Кто-то другой просто это даст. Кто другой его предоставит? Я не знаю. Я не могу без документов. Ну, я не могу. Иди, ты спокойно, что случилось? Ну, потому что люди возмущаются очень. Конечно, возмущайтесь. Спокойно, ребята. Но что случилось? Вы, я знаю, с которым... Сам начальник следственного дела. Вы его руководитель? Да. Я поясняю. Ситуация снято. Я пришел в кабинет к данному человеку, следователю, который приезжал к нам на выезд. По ограблению подчеркнули. Я прошу прощения. Для начала, если вы хотите снимать, вы можете снимать только следователя или меня. Может, тут находится... Я снимаю вас или следователя. Ну, что случилось? Я же больше ничего не видел. Был кража в квартирной стене. Был кража. Я пришел... Да, к вам приходил. Пытался заставить данного человека. Его нет на работе. Я понимаю. Он был в прокуратуре. Мы созвонились. Он сказал... Так вы только что скажете, что вы не понимаете. Я думаю, что человек, мы реально не понимаем. Вы руководите данного человека. Пойдемте. Вы очень некрасиво себя ведете. Очень. Давайте потом поговорим. Когда потом? Когда потом мы с вами поговорим? Я к вам пришел. Можете поговорить со мной сейчас? Не хочу. Вы меня, конечно, извините. Но так, как работает ваше дело, это просто нонсенс. Что это за сотрудник? Извините, у меня, который разговаривает как бандит. Куницкий, Александр. Крис, вот Куницкий. Куницкий, правильно. Что указывает? Голопут, паншет, часы, золотые сережки, еще один паншет. Там вот такой перечень мы написали. У него есть. Продиктуй, быстро, кого беда и все. Так, он рекомендовал 30 позиций разных. Мы написали с моделями, со всеми делами. Это ж не то, что там. Я вас слушаю. Здравствуйте. 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 У нас на проспекте Шевченко 23 сегодня в кафе произошла кража. Заломали двери. Залезли. Вы сообщение в стоплазном ели? Да, приехала группа, которая ничего не сделала, развернулась и сказала, идите пишите заявление. Это было минут 20 назад. Я так понимаю, что хотя бы отпечатки пальцев, там, где все это воровалось, там люди не ходят. Это мальцовство. Проспекте Шевченко 23. Должны были, ну, группу не обидать, да? А мне надо узнать, следует, есть ли по поводу кражи и отравления квартиры. Хочу к нему узнать, как дела. По поводу обрабления квартир. Да, слушаю вас. Да я хочу вас послушать, чтобы вы рассказали, как идут дела, что нового. Уже что-то удалось выяснить вам. В данный момент ничего не удалось выяснить. А когда выяснится что-нибудь? Здесь оперативный блок, который работает по линии квартирной кражи. А вы ничего не можете подсказать? Рассказать? Нет, подсказать, рассказать нет. Но вы следователь? Совершенно верно. Вы ведете дело мое? Совершенно верно. А вы помните, какое? Номер дела? Не, ну, кто я, что я, по какому адресу. Совершение кражи. Да, а где? Кубничный перевод. Да, и что-то вы нашли, может быть? Ничего не нашли. Подозреваемые? Нет, пока ничего нет. То есть, если была бы какая-либо положительная информация, вас бы сразу же набрали и сообщили бы о данном. Да? Да. Ну, хорошо. А так ты с материалами дела можно ознакомиться? Да, пожалуйста, пишите ходатайство по поводу ознакомления с материалами главного дела. В канцелярию давайте. Без проблем. Так не сказали, к вам подойти, можно ознакомиться у следователя. Ну, правильно. Про законы, если правильно, писать нужно ходатайство и ознакомиться с материалами главного дела. Какое ходатайство? О чем? О ознакомлении главного дела. Ну, а так почему я не могу ознакомиться? Вот я к вам пришел. Напишите, пожалуйста, ходатайство. не смотря на главный день. Так я вот он здесь. Ну давайте я вам напишу. Пожалуйста, пишите. Ну, можно вести к ручку. Почему я тут буду, когда-то рассматривается? Кем? Вами? Да. Так я здесь, я здесь пришел. Давайте рассмотрим. Я прекрасно понимаю, но я сейчас буду уезжать. Я понимаю, ну так давайте я подожду, когда можно будет. Когда вы приедете? Нет, давайте я не буду за вами бегать. Смотрите, я иногородний, я не живу в Одессе. Я приехал. Я приехал. У меня есть сегодня необходимые адаптации, у меня сегодня санкции. Нет, так у вас всегда, каждый день что-то. Я же к вам не первый раз прихожу. Понятно, ну логично. Ну так расскажите, что за три месяца вам удалось выяснить? Пока ничего, на данные я не могу вам сказать. Хорошо, тогда расскажите мне. Я передал информацию о том, что iPad мой украденный, который был среди вещей. Да. Да, его запустили, прислал адрес, где был запущен. Кому именно. Вашему руководителю. Кому именно. Ну если я об этом не в курсе. Если вы об этом не в курсе, то давайте проясним пока здесь. Давайте мне напишите информацию о дополнительных заявлении о том, что вы знаете. Не, не, не. Давайте мы не будем писать дополнительные заявления. Вы сейчас все, что надо, с моих слов, опишите. Я вам расскажу, какой информацией я владею. Вы мне представите ту информацию, которую владеете вы. Что вам удалось за три месяца выяснить? Что вы узнали? Есть ли подозреваемые? Как проходит следствие? Как вы искали вещи мои, может быть, или еще что-нибудь? Пишите, пожалуйста. В вольной форме он написал? Ну, в неме следователя пишет. Ручку можно? Да, пожалуйста. Давайте ознакомимся с делом. Сейчас не будем ознакомиться. Почему? Ну, потому что я говорю, я еду сейчас в Виллой Эст. А я вам говорю, что я уезжаю сейчас в другой город? Ну, нет. Есть контакт, номер телефона. Я никуда не пропадаю, не исчезаю. Так, вы меня не информируете. Извините, я не буду с вами бегать. Я приехал к вам сюда для того, чтобы ознакомиться с моим. Я прекрасно это понимаю. Так, будьте любезны, уделите мне время. Я на данный момент не могу. У меня идут сейчас сроки. Я понимаю. А по моему делу у вас идут сроки? И идут по тому уголовному производству, к которому человеку объявлен о подозрении. Я понимаю. Ваши дела не интересуются. Мне интересуются мои дела. Я пришел к вам, как следователю, узнать, что за три месяца ваших поисков вам удалось выяснить. Кого вы подозреваете? Что вы делали? Никого я не подозреваю. Никого абсолютно? Нет. Хорошо. Что за эти три месяца вы сделали для того, чтобы найти этих людей? Найти, может быть, вещи украденные. При том, при всем, что мы предоставили вам всю информацию. О e-mail, о MAC-адресах и обо всем остальном. Какие-то запросы вы подавали. Может быть, к провайдерам, может быть, к мобильным сетям, еще что-то. Можно это увидеть в материалах дела? Нет. Почему? Я говорю, подайте его, пожалуйста, в канцелярию. Какую канцелярию? Я к вам пришел. Вот он, я. Хорошо. Но в данный момент я вам поясняю. Это я вам поясняю. Вы меня поймите. Я приехал в другого города. Я к вам прихожу раз в три месяца. За три месяца можно уделить мне время для того, чтобы ознакомить... Я сказал вам, я не могу. А я сказал вам, что я приехал именно для того, чтобы ознакомиться с материалами дела. Все, вопросов нет. Все, вопросов нет. Не могу, я сейчас уезжаю. Слушайте, вы никуда не уедете, пока вы не ознакомите меня с делом. Вы не понимаете? Я приехал специально в Одессу для того, чтобы понять, что вам за три месяца удалось выяснить. Ну, чего? Почему и что вы делаете для того, чтобы найти людей, которые ограбили квартиру? Было дано поручение по факту местонахождения ваших вещей. Ответ на поручение получен не был. Кому? Сотрудникам оперативного подразделения. Когда был подан? Ну, вы думаете, я все помню? Я не могу сейчас, ну, видите, я как-то чем-то сам. Ваш руководитель возьмет, мое дело делает, знакомит меня. Будьте любезны, давайте сходим к нему. Вы скажете, что у вас нет времени. Давайте, пожалуйста, как бы я сейчас сделаю свое дело. Потому что вы заходите, хотите, чтобы именно сейчас вы рассматривались, пожалуйста. Но я сейчас сказал, я не могу. А я вам объясняю, что я пришел вам один раз за три месяца. Я вам объясняю, что я проживаю в другом городе, не в Одессе. Не могли меня набрать заранее, чтобы я подготовился, вам сразу предоставлю. Вы же невеста моя, чтобы я вас заранее предупрежала. Вы следователь, вы работаете здесь с девяти до шести. Я к вам пришел. Я работаю, я не нахожусь на одном месте постоянно. Раз вы работаете, будьте любезны, проинформируйте меня, как мой следователь. Вы ведете мое дело, вы мне не одолжение делаете. Что вам удалось за три месяца сделать? Что вы делали? Ничего, я вам сказал. Вы ничего не делали три месяца? Нет, ничего не делал. Почему? Потому что я был, наверное, занят. Чем? Суточными дежурками. В рамках моего дела, что вы сделали? Ничего, я вам говорю. Почему? Как я могу рассчитывать на то, что вы найдете людей, либо вещи, которые вы меня украли? Хорошо, вы мне как следователь скажите, что мне делать, кроме того, что сидеть и не мешать вам работать? Давайте я вам помогу. Вращайтесь в прокуратуру, пожалуйста. Для чего? Вы следователь. Напишите ходатайство, что вы хотите, чтобы проводилось. В смысле я хочу? Я по поводу того, что у вас есть какой-то айпад, я не в курсе был, что он включился. У меня есть какой-то адрес, я об этом первый раз слышал. Мы сейчас с вами вместе, давайте сходим к вашему руководителю, выясним этот момент. Кому? Какому руководителю? Вот, который выдал мне вот эту вот чудесную справку. Там имя, фамилия, все его есть, почитайте. Артем Исламович Бубарин. Его нету. Его зам. Артем есть зам. Его начальник. Кто? На больничном. Ну, его, его начальник. У вас все... Начальник, начальник райдела есть. Хорошо, можем к нему сходить, может быть он поможет. Если не имеете желание, сведитесь к нему. Я имею желание, чтобы вы мне содействовали, а не противодействовали. Я бы сказал, вас посодействовали. Если без вопросов, будьте любезны. У вас мой номер есть телефоном? У меня нет, я не хочу его иметь. У меня ваш номер не нужен. У меня неоднократно уже звонили. У меня после этого уже третий... Я вам когда звонил? Мы с вами один раз общались. Не рассказывайте этого. Слушайте, давайте не будем вступать в спор. Я не вступаю в спор. У меня ваш абсолютно не наш номер. Я не успеваю сейчас. Да вы никогда... Я к вам сколько раз приходил? Ну потому что у нас три человека живых на работе. Что мне теперь сделать? Мне что делать? Ну, наверное, можете пойти куда-то... Куда пойти? Я же вам пришел, вы мы следовали. Я прекрасно понимаю, вы меня отвлекаетесь сейчас от работы, пожалуйста. Слушайте, я вас не отвлекаю. Вы меня сейчас отвлекаете от работы, пожалуйста. Нет, нет. Послушайте, что... Я хочу от вас добиться результата. Я вам хорошо... Не хотите искать? Покажите, что вы делали. Покажите материалы и дела. Ничего я вам сказал. Материалы и дела, покажите. Ничего не делал. Ну как это ничего? Ну как это все? Что все? Ну что значит все? Покажите, где хотя бы папка с моими заявлениями? Где хоть что-нибудь? Есть мое заявление, которое он подавал? Конечно, имеется. Давайте посмотрим. Отлично, здорово. Материалы и дела можем увидеть? Не можем. Почему? Я не могу сейчас предоставить. Вы меня не понимаете? Я не понимаю. Все прекрасно. Вот вы меня понять не хотите? Я вам объясняю, что я приехал. Если вы меня не хотите понять, то и я вас, наверное, не смогу понять. Ну просто я вам по-человечески говорю. Мне не надо, чтобы вы меня понимали. Мне надо по-человечески, именно по закону. Я к вам пришел. Я по закону вам говорю. Пожалуйста, в течение, пожалуйста, берите ходатайство, в течение трех дней я вам отвечу на данное ходатайство. Вот ответьте мне. Зарегистрируйте его в канцелярию, а я вам отвечу в течение трех дней рабочих. Слушайте, я прошу от вас, чтобы не все. Что значит все? Я не понимаю. Пожалуйста, не отвлекайте меня от моей работы. Я вас не отвлекаю. Я прошу вас посодействовать мне. Без вопроса, я сказал, посодействовать. Материалы дела, можете показать? Я не могу сейчас. Почему? Я выстраиваю в ЕВС. Поручить человеку. Ходатайсова. Давайте с вами пролистнем. Это пять минут делай. Вы больше спорите. Мне его сейчас нужно найти для начала. Я хочу знать всего-навсего, что было в течение трех дней. Ну ничего не было. Поймите, у меня были поручения, проверенные ломбарды, посмотрели видеокамеры. Все, более никто ничего не делал. По поводу вашего... Результаты есть? Нет. То есть, ну вы на принцип идете. Вы принципиально не хотите содействовать. Человек вам приехал с другого города. Человек объясняет ситуацию. Хочет узнать. А при чем тут принцип? Ну а как это нужно? Пожалуйста, я и говорю. Да вы в прошлый раз точно так же. Я вам не буду кликать на работу. Вы мне подали ходатайство, я вам пишу. Ходатайство, получил. Пожалуйста. Спасибо. Материалы дела можно увидеть? В течение трех рабочих дней. У меня не будет здесь в течение трех рабочих дней. Я, фактически, смотрю, с проживанием вышел из хсерокопии. Материалы форума. Мне не надо хсерокопии, я хочу посмотреть оригинал того, как вы работаете. Это то же самое будет. Это не то же самое. Я вам заверю копию гербовой печати. Я хочу с вами сейчас посмотреть материалы дела и дополнить их. Без вопросов. Так давайте дополним их. Мои коллеги можете написать дополнительное заявление моей коллеги. Потому что я говорю сейчас, сейчас, сейчас. Я уезжаю. Какой коллеги? Вы мой следователь. Я понимаю. Я хочу вам предоставить информацию той, которой я владею. Напишите, пожалуйста, данную информацию. Так вот мы с вами. Давайте вы запишите, опросите меня. Вы не понимаете, что я сейчас выпустил ВВС. ВВС, о совершении квартирной гражи. Я не понимаю. Не понимаю я. Потому что я прихожу к вам сюда как на работу. Все, это очень замечательно. В смысле все это замечательно? Я еду в ВВС. Материалы дела, можете показать? Я еду в ВВС. Я не понимаю, вы специально что ли так ездите? Я не специально, я еду. Мне вам показать ходатайство. Вы покажите материалы дела моей коллеги. Я покажу. Будьте любезны. Все, без вопросов. Я вам сказала, покажу. Но не сейчас. Ну так у меня не будет. Извините, пожалуйста. Так вы сейчас здесь. Мы с вами провели 20 минут спорта. Вместо того, чтобы вы показали. Ну так я все согласен. Так с чем вы согласны? Покажите материалы дела. Я сказал, я вам покажу. Будьте любезны. Не сейчас. Меня не будет потом. Я вас не провоцирую. Я вас прошу. Пожалуйста. Что такое провокация? Я вас прошу просьбу. В трех рабочих днях по закону. Каких трех рабочих днях? Три рабочих дня у меня есть. Я здесь присутствую. Три рабочих дня у меня есть. У вас не обязывает законодательство ждать три рабочих дня. Оно у вас не обязывает. Вы понимаете? Что ну? Раз я пришел, я не права. Плюс ко всему я хочу вам дополнительно информацию предоставить. За что? За то, что вы ничего не делаете? Ну, наверное. Пожалуйста, все. Пошлите мой кабинет. Я никуда не уйду, пока вы мне не покажете. Я не спорю, я вас прошу. Я вас прошу. Просто достать и уделить пять минут времени. Я не могу. Вы не понимаете, у меня человека сейчас ИВСа выпустят. Двадцать минут мы с вами спорим. Двадцать. Ну, хорошо. Пять минут вы можете пять минут уделить? Нет, не могу. Почему? Не могу. Мы с вами двадцать минут спорили. Я не могу, говорю. Пять минут. Можете отнести это видео куда хотите. Я, слушайте. С моей провокацией вы достали уже. Какими просьбами? Ходотайство в канцелярию, три рабочих дня. Ходотайство вам уже отдал. Я извиняюсь. Я извиняюсь. Я знаю. Но человек не хочет покидать кабинет. Я прошу вас показать. Я не могу, видите, уже люди сказали. Я двадцать минут вас прошу. Двадцать минут. Пять минут уделили. Пять. Пять минут. А потом я поеду к генералу, кто останется к раненым? Вы. Потому что я не буду. Потому что вы так работаете. Я вас прошу. Если вам не нравится, придите, пожалуйста, к вышестоящим руководителям. Я не хочу. Слушайте. Я никуда не хочу ходить. Я к вам хочу ходить. Вы мой следователь. Вы покиньте, пожалуйста, мой кабинет. Будьте любезны. Просто ознакомьте меня. Я не буду любезен. Пожалуйста, покиньте мой кабинет. Пять минут. Пять минут. У вас, я вам еще раз, вы по закону. Вы не трактуйте закон, как вы считаете нужным. Открывайте закон, почитайте. Давайте вместе вас считаем, раз вы не понимаете. Перед тем, как... Я не против. Можно найти, хотя бы ознакомиться с материалами дела? Я же ничего не прошу. Мы можем это немножко позже сделать? Не можем. Я не в Одессе живу. Но я без следователя не могу вывести человека. Я не против. Вы тоже должны понять меня. Я не живу в Одессе. Просто по времени у него истекает, по закону мы не сможем... Ну что поделать? Я справку прошу вывести человека. Он не хочет. Не хочет ознакомиться. Что делать? Ну а что мне делать? Вы не понимаете просто нашу работу. Вы никогда не работали в эти специфики. Вы работаете только провокации сотрудников ГИИ. Я извиняюсь, пожалуйста. Да за что извиняйтесь? Но если он не может, его руководитель может это сделать? Кто-то есть, у кого есть время уделить пять минут, достать это дело. Дело достать. Вы зададите всем вопросам. Да, зададите всем вопросам. Да, зададите всем вопросам. Я хочу... Слушайте, у меня нет никаких вопросов. Все просто и прозаично. Вы можете назвать это провокацией, адаптацией, как хотите. Пожалуйста, покиньте кабинет следователя. Я хочу материал и дело узнать. Следователь, он шел, вы готовитесь в его комиссии. Хорошо, зам его может прийти? Пожалуйста, подождите, пусть... Да, он кто его, руководитель, он может прийти? Вы можете зайти к руководителю? Пусть он зайдет. Я сейчас приду туда, руководитель, они будут на месте. Еще что-нибудь. То есть вы ему даете, что вы сейчас будете сидеть в кабинете следователя? Я буду сидеть в кабинете следователя, пока в мнении у меня закончится материал на дело. Три месяца... Включу на видеокамеры, где находится материал уголовных... И что, я их не снимаю, мне 300 лет. Мне мое надо дело, мое, покажите мне. Мне ваши остальные не интересуют. Мое меня интересует. Но я считаю, что это сверх наглость. Вы, конечно, меня простите. Секундочку. Извините, я вас, извините, перебью. То есть вы считаете, три месяца, ничего не делать. Приходит человек и говорит, что вы за три месяца сделали, секунду. Он говорит, ничего, это не наглость. А сидеть в кабинете следователя и просить ознакомиться с материалами дела, это наглость. Я правильно вас понял? Как вас зовут? Саша. Александр, меня зовут Витя. Я, ну, все понимаю, ваше возмущение. Ну, на данный момент просто вас физически никто не может с этим ознакомить. Ни одному человеку. Ну, доступ к данному уголовному делу, которое закреплено за конкретную... Мы сейчас перейдем к нему, он скажет, материал дела у следователя. Следователь закрыл сельфик, ключ забрал с собой и уезжал. Можете подождать? Так я жду, не вопрос. Ну, не в кабинете, а в служебном помещении. Я до этого что делал здесь? Вот скажите мне, 40 минут, что делал? Я не знаю, что вы до этого делали. На данный момент мы сейчас уезжаем в конвой, если можно, мы закроем кабинет. Я вас увидела, я сказала, ожидайте следователя, следователь подошел. Сколько ожидать вы сказали? Ну, там 10-15 минут. Сколько вы сказали? 30 минут. 30 минут. Вы 30 минут не ждали, вы ждали гораздо меньше. Давайте не будем... Давайте не будем. Как вас зовут? Покиньте кабинет, меня зовут Алена. Алена, я кабинет покидывать не буду. Хотите, вы зовите сюда своего руководителя, пусть он приходит, заставляет админбардаку на меня за то, что я отказываюсь, выйдет из кабинета. Вы не сказали, что если какие-то уголовные производства пропадут? Да, пропадут, ведите следствие. Так как вы ведете следствие, опасаться вам не нечего. За 3 месяца вы не удосужились найти ничего. Ничего, даже ничего. Хорошо, вы можете после... Вы после санкции можете... Я вас прошу, познакомьтесь. Это романс именно к тому, что к вам придут домой, сядут и скажут, я не уйду. Так как еще дофицировать результаты? Ну вот следователь пришел. Спросите, где дело, вы меня знакомите. Мне не важно, кто меня знакомит. Я вас тут не могу, не узнаю. И вам надо дело, пожалуйста, и больше не провоцируйте сотрудников на конфликтной ситуации. Пожалуйста, я вас прошу. Почему сразу нельзя было сделать? Потому что вы очень конфликтный человек, вы любите провоцировать людей. Я вам говорю, это даже на вашу камеру, в видеозапись. В видеонаблюдение, да. Хорошо. Я вас прошу, а с вами иначе нельзя. Да, можете шепить этим. Хорошо, пойдите, пожалуйста. Не, руками трогать не надо. Руками не надо. Стороночку. Я снимаю лицо вашего... Я снимаю лицо вашего... Хорошо, вы отберите, я покажу, когда вы... Хорошо, я буду делать то, что считаю нужным, если вы не против. Спасибо. Смотрите, вы ведетесь очень бухамски. А вы нет. Я вам объясню. А вы нет. Вы абсолютно не хамили. Александр, смотрите, дело в том, что делать то, что вы считаете нужным, вы не будете и почему-то, что есть закон. Он мне запрещает что-то делать? Да, снимать главные дела, которые не имеют в вашем отношении. Потому что это процессуальный документ. Вы, инспектор полиции, вы очень любезно, принимайте меры, составляйте админ материалы по этому делу. Если вы считаете... Просить не надо. Это просьба. Да. Я вам скажу, спасибо. Если вы считаете, что я нарисован закон, админ протокол на меня, разбираемся, суд, и он меня наказывает. Все. Как вы? Александр. Меня зовут Роман Федорович Димич. Моя фамилия. Вы руководитель? Да. Я не обязательник следственного дела 6-го числа. Очень приятно. Ничего конфликта нет. Ситуация следующая. Я вам объясню. Я 3 месяца назад... Как вас зовут? Александр Медович. Да. В городе Одессе была ограблена квартира. А так, волеем случае, получилось... Тогда была ограблена? Ну, вот. Если вам интересна эта информация... Ну, конечно, интересно. Пожалуйста. Давайте, если вы можете помочь. Мы с вами все-таки найдем по фамилии мое дело, если оно вообще есть, если вообще вы не выбросили. Посмотрим, что же... Ну, если не выбросили, слава богу. Посмотрим, что же там все-таки есть, что же следовательно за 3 месяца удалось сделать. Я вам сообщу ту информацию, которую я вашему Бабаеву сообщал. Вы ее, возможно, дополните, и все. И я пойду, и в следующий раз к вам приду еще через 3 месяца узнать, как продвигается мое дело. Вот так будет правильно, я считаю. Нет, мы не будем, мы будем стараться делать все от нас в зависящее и возможное. То есть мы это обязаны делать. Держите, вы помните. Спасибо. Еще, конечно... Когда все найдешь делать, зайдите ко мне. Хорошо. Я дальше с человеком буду дальше общаться, помогу, а ты не можешь. Спасибо. Обожаю. Пожалуйста, берите к начальному, чтобы вы будете останавливаться. Я, если вы ознакомите, я не буду против. Здесь есть копия, что получил курс? Хадатайство здесь, она, да? Нет, хадатайство у меня лежит. Она ничего. У меня, если надо, есть копия хадатайства. Пожалуй, я видел. Дайте, можно я пролистать, потому что я не второй день здесь. Конечно, я не против. Я прошу прощения. Я вижу, вы еще не успели испортиться. Что-нибудь... Ну, что комментировать? Комментировать то, что... Мы будем разбираться. Разбираться, хорошо. Ну, смотрите, вот я даже не смотрел эти материалы дела, могу сказать, что здесь мать-колодец состоит исключительно из моих заявлений, насколько я понимаю. Больше нет ничего вообще. Да, осмотр. Ну, осмотр. На место происшествия они выезжали. Значит, 2 сентября, это у нас произошло 29 августа, да, ну, 20, да. 2 сентября одна из вещей iPad, который был в середине украден вещей, он имеет функцию найти устройство, вы наверняка знаете. Да, это там Android или через... Да, iOS, да. А, iOS и Apple, да? Да, мне пришло уведомление, вот оно, о том, что мой iPad был обнаружен. Уже все верили, да? С точным, да, с точным указанием адреса, где он был обнаружен, где он на данный момент включился, сейчас. Я тут же незамедлительно связался. Сейчас он работает? Не, не, он не работает. Я тут же связался с вашим вот этим... Следователем? Да, не с этим следователем, а вот тут, который на больничном сейчас. А как фамилия подсказать? Уже... Ну вот, через название, вот который я отдавал... Бабаев. Бабаев, по всему, наверное. Тут же он сообщил, он просил переслать им всю информацию, после чего он мне перезвонил в течение двух минут, сказал, это было среди бела дня, это было пол, это было три часа дня. Сказал, что данный адрес это рынок, радиорынок ваш здесь, одесский. Вот, он мне сказал, мне тоже есть запись о том, что туда никто не будет искать, там больше статочек, там никто искать его не будет. Все. То есть, ну, попросил прислать информацию, я ему все выслал. Конечно. Я предоставил перед этим всем, перед этим всем, до этого момента. Материал дела была предоставлена, информация о ему, фотографии я прислал, коробок с e-mail, скриншоты с мак-адресом, устройств всех, компьютеров всех, айпэда и всего-всего-всего. Вся информация была предоставлена. То есть, данная информация, насколько я понимаю, на самом деле, я считаю, что это ценное, потому что я, конечно, не знаю, как вы видите все свои действия, как можно на рынке там искать, но я и не полиция. Вот, материал, и дело, конечно, этого нет. Следователь ваш, я не буду говорить о том, что там грубит, не грубит, это дело восьмое. Но за три месяца абсолютно никакой информации. Ну никакой абсолютно, ну ничего нет. Ну, как быть? Мне, знаешь, что посоветуете, мне как быть? То есть, ладно, они там будут искать, понятно, там никого не надо быть. Как мои дальнейшие действия какие? Смириться, просто забыть? Не, ну я, смириться не надо, в любом случае, если есть такая информация, если это, надо... Смириться не надо, в любом случае, правильно, что пришли, обратились, я, честно, не знал, что там такая ситуация. Да, ну у всех, а ну тупо ведем. Я, значит, не то, что я такой уникальный. Сейчас, да, сейчас немножко... Сейчас везде, но у каждого любое дело поднимите, там такие же висяки везде. Меня просто поражает немножко подход ваших сотрудников. Я, конечно, понимаю, что идет переаттестация, соглашение кадров, действительно, да, Авака затеял реформу там. Все, я это понимаю. Но, как бы там ни было, человек к нему пришел, я не пьяный, я не грязный, не валялся в канаве. Я пришел попросить материалы дела, раз в три месяца. Я к нему, я его вижу второй раз в жизни, второй. Мне, поверьте мне, удовольствие видеть его ровно столько же, сколько ему не я. Давайте так, он сейчас вернется, он действительно, чтобы не подумали... Да я понимаю, что он вернет, я вижу, что он здесь вернет. Он вернется, я с ним проведу беседу, эти материалы я сейчас его составлю. Да, поручу ему дать поручение на розыск, и, соответственно, вы сидите... Ты майор? А? Майор, все. Это мое дело. А что это дело? 356-я, на крыше, на чердаке построили еще одну квартиру. Да, ну как он проверяет? Он уже с 12-го года судится в суде, и параллельно еще к нам пишут мериду. Она и в гражданском порядке рассматривается. Она и в гражданском, и в административном. У нее право собственности было там изначально. Они что-то хотят с этого придумать, я не знаю, что вытащили из носа. Вы говорите о том, что вы с ним пообщаетесь, например, для того, чтобы он дал поручение в розыск. Смотрите, поручение и возможно провести негласные следственные действия. Это по e-mail мы можем, в принципе, мы посоветуемся, правильно, если есть... Сейчас он у него, говорит, не работает, да, он сейчас не включен. Ну, три месяца прошло. Мне пришло это через три дня. Просто когда он был включен, можно было, я просто не знаю... Я сообщил тут же. С этим мы общаемся, ну, с этими ребятами, которые с отушниками, если я просто не помню по e-pad, если по e-mail, там же карточки или сим-карты, или да? И сим-карты в том числе. Слушайте, я в этом немножко понимаю, ну, все это можно сделать, но проблема в чем? Проблема в том, что за три месяца, те слова, которые мне сейчас говорите, я слышал с первого дня. Я не понимаю, почему за три месяца никто до сих пор не подал даже следствие. В материалах дела абсолютно нет информации о том, что в розыск подали эти вещи. Их нету. Прошло три месяца, никто в розыск даже их не подал. Нет, они в базу вносятся. Просто тут нет информации о том. Они в базу этих всех тысяч. Да, ты есть кто? И, между прочим, нет, я согласен, в материалах может не есть, но даже сегодня мы там обсуждали на совещании, что в базу вносятся похищенные вещи, в том числе мобильные телефоны, цвет, что это все вносятся. Смотрите, там очень много технических средств украли, те, которые возможны отследить. Не потому что они там не ценные, это, помимо прочего, и мобильные телефоны, и айпэды, и компьютеры, и планшеты, и планшеты с iOS, и планшеты на Windows, как угодно. И все коробки, все мак-адреса, всю информацию с e-mail я передал. Она у нас была, к счастью. То есть для того, чтобы... А вы колкали, да, и Бабаеву или... Бабаеву вместе с вашим следователем. Бабаев, Бабаев, сейчас ему... Что ему... Нет, я не жду от вас никаких обещаний. Я просто хочу, чтобы вы вместе со мной ужаснулись очередной раз, посмотрели, что вот это материало дела, которое за три месяца следовательно удалось выяснить. Здесь материалы дела состоят из протоколового осмотра и из моих заявлений. Больше нет ничего. Я понял. Все? Все, да. Спасибо большое. Конечно, что я прошу прощения, что так, Александр Григорьевич. Я говорю, что что-то не зависит от начальника, пока я здесь. Я буду делать, соответственно, буду принимать тимеры, которые необходимы для того, чтобы такого нет. Ну, как можно меньше было. Судя за тем, что... Вы понимаете, в чем проблема? Количество краж, грабежей зашкаливает и тому подобное. Так они поэтому и зашкаливают, потому что их никто не ищет. Кого бояться, раз полиция не ищет? Я сейчас реально могу пойти ограбить кого угодно, никто не будет искать. Никто. Потому что вот вам живой пример. По поводу провокации, камеры и всего прочего. Вы понимаете, что без камеры и без своего напорства я мог бы сюда ходить каждый день, как в смысле. Никакого результата вообще. Вот никакого. Я бы приходил бы, он бы мне рассказывал, мы ищем, ищем, ищем. Мне сейчас некогда, 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 некогда. Но вы извините меня, но не каждый человек так может. Я просто хочу эту информацию донести до людей, что они увидели, что с полицией на сегодняшний день по-другому никак нельзя. При всем желании. Я не против полиции, я не за полицию. Я просто-напросто хочу помочь вам. Вы не можете сами найти. Скажите, что надо от меня. Информацию я дам. Надо, я не знаю, там, резонанс общественности о том, что у вас мало кадров, вам не хватает людей. Давайте мы сделаем с вами обращение вместе. Господину Авакову сообщим, что в городе Одессе ситуация а-ха-ва-я. Проблема. У нас нет кадров, которые будут искать преступников. Реально нету. У нас грабят людей налево-направо, людей нет. Самое интересное, что об этой проблеме, в принципе, все понимают. Просто мы потихонечку с этой проблемой, я думаю, сейчас реформа идут к лицу, я думаю, что с этой проблемой будем справляться. Потихонечку. Просто, ну, когда, как, ну, я соответственно... На вас, понимаете, в полиции всегда так. Крайник не найдешь. Ну, какой из вас спрос? Вы два дня на службе. Ну, что я вам буду говорить? Вы без меня лучше меня знаете, как здесь происходит. Я не буду больше вас задерживать, вам хорошие службы. Если что-то не так, извините, ну, все, что мне зависит, я постараюсь, конечно. Я ничего обещать, опять же, обещать не буду, чтобы... Все, ваш телефон есть, он у вас, мой есть. Если что, звоните, а я уже сегодня с вами проведу беседу, что как минимум, как минимум, нужно нормально помещаться, а вы уже как максимум понятные, 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 сессу. Да, спасибо большое. Еще раз извините, что это проблема очень... Субтитры сделал DimaTorzok